Почему светлое масло в двигателе? Это не всегда хорошо. Поехали! Итак, друзья, всем доброго дня! Почему-то многие водители, особенно новички, думают, что если масло остается у нас светлым на всем сроке эксплуатации, ну там 10-15 тысяч километров, то это просто офигенное масло, и такое нужно покупать. Ну то есть вы залили светленькое масло, оно такое слегка желтоватое было, и в 10-15 тысяч вы слили такое же слегка желтоватое масло, это просто офигенное масло, оно остается, смотрите, оно остается светлым. Вау, круто! Ну, друзья, это очень большая ошибка. Как работает у нас моторное масло в двигателе? Первое, оно у нас смазывает. Второе, оно у нас охлаждает двигатель, ну там через различные масло-форсунки. Третье, оно должно мыть двигатель изнутри. Четвертое, защищать его от всякого там шлама, от всякого нагара, от всяких газов, которые прорываются у нас из цилиндра, по-любому они будут прорываться в поддон двигателя. Масло должно от этого защищать. Соответственно, масло уже в 2,5-3 тысячи, ну на дизелях даже в 2 тысячи, начнет у вас темнеть, потому что оно начинает задерживать себя вот этот весь негатив. Всю эту гарь, всю эту грязь там и так далее. Оно в себе это все держит. И когда вы там в 7,5 тысяч, в 10-15 тысяч сливаете масло, оно выходит у вас чернющее, только потому, что оно держит в себе вот эту вот грязь и не дает нигде ей оседать. Конечно, если вы позже меняете масло, все-таки масло оно, ну не до конца может это все дело впитывать. Если вы меняете раз там в 15 тысяч, конечно, какая-то часть грязи у нас начинает внутри двигателя оседать. Но если вы меняете раз 7,5 тысяч, то двигатель у вас будет намного чище, потому что масло, вот эту грязь, оно просто вывело и все. Вы заливаете дальше свежее масло и оно у вас точно так же работает. Если вы сливаете чистое масло, чистое как слеза, вытаскиваете там щупы, смотрите в 7,5 в 10 тысяч километров, у вас масло чистейшее, это очень плохо. Соответственно, вот эта вся грязь, этот нагар, этот шлам, он где-то осел у вас внутри двигателя. Он может осел у вас на поршнях, закоксовал у вас кольца, соответственно, у вас начнется масложор там и так далее и тому подобное. Друзья, это очень плохо, масло должно эту грязь выводить. Если масло остается у вас чистым в 10-15 тысяч километров, я бы такое масло больше никогда бы не купил. Масло должно темнеть, это абсолютно нормально. Конечно, если масло у вас темнеет там в 100 километров пробега или там в 300-500 километров пробега, это тоже реально плохо. Это может быть какое-то некачественное масло поддельное, либо у вас неправильно работает двигатель, но про это мы поговорим в следующих видео. Еще один момент, про который мне хочется сказать. Если вы ездите на газу, ну на газомоторном топливе, ну там пропан, метан, неважно какой-то газ у вас, здесь масло может оставаться чистым намного дольше. Ну то есть там 4-4,5 тысячи масло еще будет такое светловатое. Достаете щуп, оно реально светловатое. Почему? Да потому что в газе у нас меньше там серы, меньше всякого вот этого шлама. Соответственно масло просто меньше этой грязи в себя впитывает, и оно остается дольше чистым. То есть когда катаетесь на газу, это абсолютно нормально. У меня есть друг, который на своем автомобиле меняет масло раз в 5 тысяч, он ездит на газу, и когда он сливает раз в 5 тысяч это масло, оно еще такое, знаете, ну не сказать, что оно прям черное, оно такое еще, знаете, буроватое такое, ну видно, что не до конца оно как бы загрязнилось. Но он вот, его решение менять раз в 5 тысяч, он говорит, у меня двигатель дольше проходит. Когда я меняю масло на своем автомобиле раз в 7,5 тысяч, масло уже сливается все-таки черное. То есть масло напитало от бензина вот этой вот гари, которое оно выводит. Я думаю, мой посыл до вас дошел. Если понравился видос, обязательно ставим лайки, подписываемся на канал. А у меня, друзья, на этом все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok